канал автогараж 23 сегодня я вам расскажу одну историю по которой вот этот вот телефон спас мне жизнь и я чуть ли не уехал на 10 лет в тюрьму слушать погнали лет назад я ехал со стороны ростова сторону краснодара и взял с собой попутчика но смотрю парнишка голосует там замерз сумочка стоит короче месяц был где-то нового по моему где-то середина ноября было уже но я остановился короче взял его ну думаю студент он сел короче мы с ним разговорились да оказалось студент а он попался такой вот говорливый всю дорогу ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля до краснодара а ехать это два с половиной три часа до города вот и где-то не доезжая краснодара километров 20 он попросил его высадить якобы он там живет в районе динской говорю хорошо останавливаться там попрощались все там каждый своей дорогой поехал еду я выхожу на обгон обгоняю машины и резко делаю так вот рулю лево но машину обгоняю короче и телефон у меня лежал вот здесь вот и по инерции телефон у меня вот так вот раз и его туда вот улетел вот туда куду пол ну я же так вот рукой пытаюсь еду пытаюсь достать телефон ничего не получается я останавливаясь думаю что на льду достану телефон я вот так обхожу к другой двери открываю вот так вот беру телефон достаю телефончик и смотрю у меня здесь какой-то вот белый кусочек непонятно чего лежит сверточек какой-то вот ребят я скажу сразу я уже Я понял, что это за фигня. Я его взял аккуратно, вот так вот пакетик, взял его, в руки остановился, я возле речки. И вот так вот я его выкинул. Потом пошел намочить тряпочку водой, все протер здесь хорошо, вытер, телефон вытер тоже, руки помыл и сажусь дальше, еду. Ну, еду я до Краснодара, сердце вот так вот колотится, я вот испугался, но я понял, что, короче, он сразу засланный и то, что, короче, он специально подкинул мне наркоту. Вот, не доезжая к Краснодара, там есть пост, вот. Я смотрю, там стоят маски-шоу, менты стоят, ну, я аж в левый ряд стараюсь и еду, еду. А смотрю, меня, короче, уже выглядывают они. Раз, и мою машину останавливают. Ну, я принимаю вправо, останавливаюсь. Ну, и ко мне сотрудники полиции, ребята в масках, в автоматах, ваши документы, и пошло, короче, выводят меня с машины и начинают машину шмонать по полной. Руки заломали, я говорю, что случилось, там поступила ориентировка, ты везешь наркоту, там пятое, десятое, и давай машину полностью шмонать. Пробыл я там, наверное, на посту, ну, час, как ни больно, часа полтора, ребята, вот так вот, и они все шмонали. Я думал, они там и обшивку пообрывают с двери. Везде лазили, под коврики, под цветушки. Это, короче, был ужас. А самому страшно, тут сердце трясется, короче, я думаю, ну, все, попал я конкретно. Вот. Ну, потом меня туда завели, начали, короче, прессовать меня. Искали, искали они, искали, искали, так ничего и не нашли. Вот. Потом мент уходит с этим мужиком, который в маске был. Что-то они там пошушукались. Вот. Подходит мне вот этот тип, который в маске был. Я так понял, он в вкус наркоконтроля. Отдает мне права, такой подходит и говорит, слушаешь, ну, скажи, где ты выкинул? Я говорю, кому выкину? Она говорит, ну, мы же все знаем, говорит, что тебе там наркота валялась, там сбоку, справа. Я говорю, ничего у меня не было. Ну, ты же довозил, говорит, там пацана, говорит, он тебе там туда-сюда, я все подкинул. Уже прям в цвет, в глаза, говорит. Я говорю, да никого я не возил. Я говорю, я ехал сам, говорит. Выехал. Я говорю, ничего, никого я не брал. Ну, вот, она говорит, ну, молодец, говорит, повезло тебе. Раз, ну, видно, через Москву улыбается, права отдает, и я поехал. Честно скажу, мужики, блин, у меня очко сжалось. Я думаю, все конкретно. А это 228, это десятка минимум бы я заехал. Я попал бы в такую кукурузу. Вот. Вот моя доброта в чем вылилась. Вот так вот взял этого мудака, а он козел мне вот подкинул. Я даже вот не заметил, как он это сделал. Ну, скорее всего, у него в кармане вот здесь было. Он его достал, вот так вот кинул, куда вбок, и все. А вот если бы не телефончик, ребят, я бы в такую кукурузу попал. Это вообще жопа. Так что нужно быть аккуратней. Я понимаю, что люди стоят, голосуют там, мерзнут там. Много нормальных ребят есть, которых надо везти, у которых нет транспорта. Ну, блин, безопасно сейчас на первом месте. Так что берегите своих друзей, родных, близких. Себя берегите. Не попадайте на цикл кукурузу, ребят. Давайте, всем пока. Не оставлю. Я хочу быть здесь. С ней. А еще надо найти менстру-ангела. Нет уж. Нет уж. Нет уж. Продолжение следует...